Это программа оперативная съемка. Здравствуйте и сразу главные новостям недели. Мэра Владивостока Игоря Пушкарева временно отстранили от должности. Квартета грабил ювелирный магазин в центре города, а также грабителя, грозившего поясом шахида, задержали в Иссурийске. Об этих и других новостях далее. Главу Владивостока Игоря Пушкарева временно отстранили от должности. Таково решение Басманова суда Москвы. Оно удовлетворило ходатальство следователей. Однако пока решение не вступило в законную силу, а значит его можно обжаловать. Выступая в суде, адвокат Пушкарева Константин Третьяков сообщил, что в данном деле есть нарушение 48-часового срока для рассмотрения в суде таких материалов. А этот срок четко установлен законом. Полномочия Игоря Пушкарева как мэра не прекращены. Временное отстранение с этим не связано. Обычно его к чиновникам применяют сразу следом за обвинением. А тут ждали 9 месяцев. Наверное, на это были свои причины. Чисто юридически он мэр, хоть и отстранен. Даже исполняющий обязанности может не меняться. По факту сейчас это некая формальность, в которой следствие видит необходимость. Сообщает юрист Александр Шемелев. А тем временем суд Дальневосточного округа отправил на новое рассмотрение дело о сговоре предприятия «Дороги Владивостока» и компании «Восток Цемент». Ранее апелляционные инстанции признали претензии федеральной антимонопольной службы о завышенной стоимости закупок муниципальным предприятиям несостоятельными. Наркотики почтой. Такой способ распространения запрещенных веществ пресекли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Дальневосточной оперативной таможни. В комплексе оперативно-розыскных мероприятий специалисты установили, что организатор преступной группы приобретал наркотические средства через интернет. В целях конспирации он подыскал тех, кто за денежное вознаграждение согласился выступить в роли получателей криминальных посылок. При этом нанятые лица осознавали, что идут на преступление. В результате две международные посылки, которые поступили из Китая, изъяли сотрудники оперативной таможни. В них оказались полиэтиленовые пакеты без маркировки с кристаллическими веществами белого и розового цвета весом 46 и 48 граммов соответственно. Проведенным физико-химическим исследованием установлено, что обнаруженные в посылках вещества являются синтетическими наркотическими средствами, производными эфедрона и эн-метилфедрона. Эти наркотики включены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и их ввоз на таможенную территорию Таможенного Союза запрещен. В отношении лиц, которые действовали по предварительному сговору, возбуждено два уголовных дела по статье «Контрабанда наркотических средств в крупном размере», совершенная группой лиц по предварительному сговору. Данные преступления относятся к разряду особо тяжких и предусматривают суровое наказание. От 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. После встречи с браконьерами один из лучших инспекторов края попал в реанимацию. Александр Корнеев получил серьезную травму ноги во время служебного рейда. Нарушитель в буквальном смысле наехал на инспектора и протащил его на снегоходе несколько метров за собой. В результате человек, который защищает природу, сам оказался в опасности. Александру удалили мени с коленного сустава. После операции возникли серьезные осложнения. Поэтому сам инспектор на связь не выходит. По словам его коллег, происшествие случилось поздно вечером на лесной дороге в сторону села Самарка Чугуевского района. Специалистов охотнадзора сбили люди на снегоходе, но нарушителей все-таки остановили. Задержал браконьеров и спас жизнь Александру его напарник. Их было двое. В корыте была привязана к снегоходу. В этом корыте лежало двух ствол, но в чехле разряженное. Ну, когда стали разбираться, то все. Вот мы не увидели, вот мы это. Ну, как не видели, когда человека. Они выехали, мы уже стояли. Они нас видели прекрасно. За ситуацией следят и пытаются контролировать сотрудники департамента охотнадзора. В их интересах не допустить сглаживания конфликта. Специалистов беспокоят, что в ГИБДД внештатную ситуацию с охотинспекторами расценивают как обычное ДТП. В Владивостоке снова перенесли суд над экс-главой оборонного завода «Радиоприбор». Первомайский районный суд вновь не смог провести первое заседание по делу бывшего гендиректора Михаила Харченко из-за плохого самочувствия подсудимого. Следующее заседание назначили на 16 марта. Об этом сообщает агентство ТАСС. Изначально суд над экс-главой оборонного предприятия должен был начаться еще 22 февраля. Однако и тогда заседание не состоялось из-за болезни Михаила Харченко, который с марта прошлого года находится под домашним арестом. Напомню, что по данным следствия подсудимый якобы умышленно с июня 2015 года по февраль 2016 не выплачивал заробную плату коллективу радиоприбора. Перед работниками завода накопилась задолженность на общую сумму более 219 млн. рублей. Далее специалисты выяснили, что на предприятии все же имелись достаточные для выплаты денежные средства. Также следствие полагает, что в 2015 году Харченко умышленно скрывал более 92 млн. рублей, которые предназначались для выплаты взысканий по недоимкам, налогам и сборам. Отмечу, что ДГК отказалась продолжать отапливать радиоприбор. На сегодняшний день отключили от теплоснабжения три производственные цеха на Чуркине. И задолго 24 млн. рублей, которые тянутся еще с 2015 года. Более того, через несколько дней энергетики обещают оставить без тепла все объекты завода. В преддверии отопительного сезона 2016-2017 года, несмотря на большую сумму задолженностей, энергетики продолжили поставку ресурсов на объекты радиоприбора, исполнив договоренность с администрацией Приморского края. При этом было достигнуто соглашение со временным руководством предприятия о своевременной оплате текущего потребления. Но и в этот раз оплаты не были произведены. На 1 марта сложилась критическая ситуация, при которой мы больше не можем продолжать поставлять тепло предприятию-должнику, которое потребляет энергоресурсы стоимостью около 100 тысяч рублей в сутки, сообщили в пресс-службе АО ДГК. В преддверии Международного женского дня «Весенний патруль» организовали сотрудники госавтоинспекции, журналисты «Радио Лемма». Вместо привычной для автомобилистов фразы «Предъявите документы» женщинам за рулем дарили цветы и говорили только приятные слова. Для многих такая акция стала полной неожиданностью. В советском районе Владивостока провели очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли. Проверяли продавцов сотрудники административно-территориального управления. На тех, кто реализует товары без соответствующих документов, составили протоколы за нарушение. В нашем районе больное место, участок товара от автовокзала до перекрестка, до Русской-46. И вот Русская-66, 68-1, два таких очага, так скажем, несанкционированной торговли. Такие рейды в городе проводят регулярно. Только в этот раз на нарушителей составили около 15 протоколов. К слову, если в обычные дни здесь в основном разворачивается несанкционированная торговля продуктами, то на этот раз предписания выписали и продавцам в другой сфере. Сейчас в преддверии праздника 8 марта активизировались торговцы цветами. Значит, вот сейчас мы и по ним тоже работаем. Отмечу, что за торговлю и предоставление услуг в неустановленных местах закон предусматривает штрафы в размере от 500 до 1500 рублей для физических лиц, от 3 до 5000 рублей для должностных лиц. Юридическим лицам придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. 9 марта она о ним сообщила заминирование администрации Приморского края. Оперативные службы выехали на место происшествия. Здание оцепили, обследовали кинологи с собаками и в итоге ничего не нашли. Отмечу, что подобных фейковых заминирований зданий администрации края было уже больше десятка. В Владивостоке 21-летний парень подвергся сексуальному насилию. По словам потерпевшего, все произошло в районе остановки «Восточная верфь» по улице Героев Тихоокеанцев, где на него напал неизвестный мужчина кавказской внешности. Возраст там около 55-60 лет. Молодой человек пояснил, что незнакомец с применением силы совершил в отношении него действия сексуального характера, а затем скрылся с места происшествия на универсале белого цвета. Стражи порядка проверяют поступившую информацию и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предпраздничный день для сотрудников отделения промсвязь банка в Уссуриске оставил весьма неприятный осадок. В обед в банк вошел высокий лысый мужчина. Почти с порога он заявил, что при нем пояс смертника, а затем выдвинул свои условия. Установлено, что в помещение банка вошел мужчина и, угрожая совершить самоподрыв, потребовал передать ему деньги. При этом он запретил персоналу пользоваться охранной сигнализацией. Завладев шестью миллионами рублей, преступник скрылся на своем автомобиле, который заведомо оставил возле банка. После нападения полиция начала поиски преступника. Оперативники опросили свидетелей, а также изъяли запись с камеры видеонаблюдения. Уже через пару часов на подозреваемого надели наручники. Грабителем оказался 45-летний уроженец Таджикистана, который давно уже проживает в Уссуриске. Местный житель задержан полицейскими в жилом доме на улице Ползунова при поддержке бойцов Росгвардии и сотрудников Управления Федеральной службы безопасности. В ходе обыска у мужчины изъяты похищенные денежные средства. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигуранты уголовного дела могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с крупным денежным штрафом. 6 марта четверо преступников в масках проникли в помещение ювелирного магазина, которое расположено в центре Владивостока. На кадрах видно, что налетчики сработали быстро и слаженно с помощью обрезка металлической трубы. Злоумышленники разбили витрины и похитили десятки различных украшений, которые поместили в сумки и скрылись. Поиски квартета оперативники продолжают. А 9 марта неизвестный мужчина ограбил ювелирный магазин на Луговой. По словам женщины-продавца, мужчина без лишних слов камнем разбил витрину, схватил несколько украшений и выбежал из помещения. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. В центре Владивостока пассажирский автобус проехал на красный и едва не сбил пешеходов. Об этом сообщает Ньюсбокс 24. Это видео сняли утром 10 марта на Океанском проспекте. Автор записи двигался в сторону Покровского парка за пассажирским автобусом маршрута 54А. Когда водитель общественного транспорта подъехал к пешеходному переходу, то не стал тормозить перед зеброй. И это несмотря на то, что для водителей загорелся красный свет, и пешеходы уже начали движение. Данную запись передали в управление ГИБДД Владивостока. Спасатели выходят на круглосуточное дежурство в акваториях Владивостока. Под воздействием тепла лед становится хрупким. Буквально через несколько дней риск провалиться в воду возрастет в разы, отмечают специалисты. В связи с этим спасатели приняли решение с 15 марта ввести круглосуточное дежурство на водных акваториях края. Сейчас в Приморье работают семь судов на воздушных подушках. Они готовы оказать помощь на воде. Плавсредства базируются в районе станции Санаторной, Второй речки, полуострова Эгершельд и острова Русский. Очередной митинг против обязательной установки Эры ГЛОНАСС на поддержанные автомобили не состоится. Напомню, изначально активисты планировали вывести около 2000 протестующих на привокзальную площадь Владивостока 19 марта. Даже направили соответствующие уведомления в Департамент внутренней политики края. Однако организаторы получили отказ в проведении мероприятия. Причина – территория у памятника Ленину, как и другие площадки 19 марта задействуют в проведении праздника Дня моряка-подводника. На сегодня все. До встречи на восьмом. Продолжение следует...